МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Своя Эйфелева башня высится в сибирских лесах уже пять лет. Сотрудники предприятия говорят, даже лучше, чем в Париже. Это еще и с подсветкой. Факел – часть крупнейшего нефтяного комплекса России. Прямо из воздуха, точнее, из газа, здесь делают полиэтилен. Предприятие раскинулось около города Тобольск. Совпадение ли именно в нем родился всемирно известный химик Менделеев? Если бы сегодня Дмитрий Иванович прогулялся по территории нефтехимического гиганта, он бы точно гордился своими потомками. Первую сваю вбили в 2015-м. Потом было еще 100 тысяч свай, 420 тысяч кубометров бетона и 16 тысяч километров кабеля дотянулся бы до Новой Зеландии. В полную мощь предприятие заработало в 2020-м. Сырье для завода – обработанный попутный нефтяной газ. Это отходы нефтепроизводства. 8 миллионов тонн ежегодно поступают сюда по единому продуктопроводу. Снабжают дюжины сибирских северных заводов. А уж тут знают, как сделать из отходов золото, вернее, полимеры. Каждые 10 часов обход компрессорный. Внутри паутины труб – тот самый газ и пропановые фракции. Им еще только предстоит очистка. Алексей внимательно проверяет аппаратуру. Когда я начал свою деятельность рабочую, в большей мере крутили руками задвижки, клапана. Сейчас это все автоматизировано в большей степени. Ну, примерно 90%. Табаляки говорят, нефтехимия у них в крови. Среди 4 тысяч сотрудников предприятия полно родственников. Так и Алексея необходимыми деталями снабжает дочь. Юлия трудится в соседнем здании, следит за поставками реагентов, химии, масел, запчастей. Заполняет склад, чтобы предприятие работало без сбоев. Можно сказать, что я в этой атмосфере выросла. Мой, соответственно, папа работает на предприятии уже 20 лет. Мне 24. Действительно была судьба, что мне удалось на третьем курсе университета пройти собеседование и устроиться на работу сюда. Такие Тобольские нефтяные династии уже стали сибирским трендом. Сердце предприятия – установка пиролиза. Сюда после обработки стекается весь газ и разлагается на компоненты. Для этого сырье нужно подогреть. Внутри печей пиролиза плюс 850 градусов. Всего на предприятии 9 таких печей. И все вместе они могли бы растопить Антарктиду за час. Компрессор 111 тысяч лошадиных сил. Оборудование такой мощности единственное в стране. Полученный на печах пирогас отправляется в ретификационные колонны. Здесь и происходит окончательное выделение и тилена, и пропилена. Вес каждой такой колонны 900 тонн. Это в 8 раз тяжелее пассажирского самолета. На предприятии установили сразу 40 колонн. Шутят, чтобы добавить в Сибири рекордов. Можно ли сказать, что это то самое волшебное место, где из газа наконец мы получаем какой-то осезаемый продукт, который можно пощупать? Да, мы можем так сказать. Мы сейчас с вами окружены коммуникациями, оборудованием, которое транспортирует сырье и энергоресурсы, необходимые для работы наших технологических систем. Этилен и пропилен по трубам доставляют на производство. Полимеризация этилена, то есть превращение газа в полимер, происходит в специальных установках. Внутри газ поочередно нагревается и охлаждается. Постепенно образуется порошок. За всеми этапами работы завода-гиганта вручную не уследить, поэтому ввели систему мобильных обходов. Смартфон подносят к NFC-меткам на оборудовании. В режиме онлайн данные отправляются в центральную операторную. Первую пробу всегда относят в заводскую лабораторию на проверку качества. Валентина Ольмяшева словно золушка перебирает гранулы вручную. Здесь их называют жемчугом. За пять лет почти снятся, да. При пусковых работах бывают какие-то отклонения. Очень интересно находить то, что мы никогда не находили. Очень много хвостиков, слипшихся, раздавленных. Гранулы здесь давят, греют, жарят и даже топят. Каждая малышка должна соответствовать сотне требований, иначе при переплавке в готовую продукцию получится брак. Все данные тоже отправляют в командный пункт. Центр управления всем предприятиям. Снаружи, как обычный выставочный зал, на самом деле бункер. Толщина стен 60 сантиметров. Все и все, что находится внутри, надежно защищены от взрывов, проникновений, кажется, апокалипсиса. На предприятии система интеллектуального видеонаблюдения. Камеры автоматически фиксируют нарушения, и экран загорается. От скорости реакции сотрудников зависит безопасность не только завода, всего города. Человекам нужно быть волевым, целеустремленным, настойчивым, требовательным. То есть мы же ведь не на конфетной фабрике работаем, а на серьезном, большом предприятии. Впрочем, нашлось тут место и для творчества. Пару лет назад руководство решило, нужно добавить красок. Эти резервуары с водой украсили художники. Изобразили почти 100 животных всех тех, кто населяет сибирские леса. Именно здесь туристы и экскурсанты могут сделать красивые селфи. Группы школьников и гости из других стран теперь бывают регулярно. Последняя и самая зрелищная зона нефтегазохимического комплекса. Логистическая платформа заняла 40 гектаров. 2200 мешков в час. В сутки фасовочные машины готовы упаковать 440 тонн. 60% выпускаемой продукции именно здесь отгружается внутри страны, по регионам. 40% это наши рынки среднеазиатские, Китай, Ближний Восток и Турцию. Из годового объема продукции, а это 2,5 миллиона тонн полипропиленовых гранул, можно выпустить 30 тысяч километров труб. 250 миллионов автомобильных бамперов или 100 миллиардов медицинских пробирок. На предприятии уверены, их гранулы в буквальном смысле проникают повсюду. Баночка из-под йогурта, корпус телефона, пульт от телевизора тоже состоят из тех самых сибирских полимерных жемчужин. Редактор субтитров А.Семкин